Мирьям Узерли согласилась сыграть в кыргызском сериале. Доро Цедеков завершил сказывать великие пасмоназ. Умурбек Бабанов вернулся в Бишкек. О главных новостях дня подробнее в блоге. Кстати, прямо сейчас. Звезда известного турецкого сериала «Великолепный век» Мирьям Узерли прибыла в Кыргызстан. Актриса прилетела в Бишкек по приглашению Азиатского международного кинофестиваля, чтобы презентовать премию для телесериалов, снятых в азиатском регионе, которая будет ежегодно проводиться в Стамбуле. Сегодня во время пресс-конференции певица и продюсер Анжелика спросила Узерли, приняла бы она приглашение сняться в кыргызском сериале. Актриса ответила, что не против сыграть роль и погрузиться в другую культуру. Добро пожаловать в Кыргызстан. Я являюсь продюсером нового телевизионного сериала, также актрисой. И у меня один вопрос. Какие критерии для режиссера и требования для того, чтобы пригласили мы тоже для участия? Йо. Это, что делает это так глобально и так красиво. Я бы хотела быть частью проекта в вашем стране. Так мило. Вы такие няшки. Обожаю. Азиатский международный кинофестиваль основан в Лос-Анджелесе общественным деятелем, а ныне послом Кыргызской республики во Франции и полномочным представителем ЮНЕСКО Садыром Шерниязом в 2015 году. Председателем фестиваля с 2019 является бизнесмен и филантроп Шухрат Ибрагимов. Ты кто? Долю Цидыков завершил сказывать великий эпос Манас в посольстве Кыргызстана в России. Манас Чи сразу после того, как он поднялся с кресла, окружили близкие и те, кто пришел поддержать. Отметим, Долю Цидыков сказывал эпос на протяжении пяти дней, чтобы установить мировой рекорд. На протяжении всего этого времени он делал небольшие перерывы, чтобы подкрепиться, после чего вновь продолжал читать. Ты бессмертный, что ли ты? Политик Амурбек Бабанов, находившийся на лечении в Москве, 5 сентября вернулся в Кыргызстан, пока Бабанов и его ближайшие соратники не комментировали возвращение на родину и планы на ближайшее будущее. Он умеет обаять человека своими красивыми глазами, сладкими словами. Известно, что он сейчас восстанавливает здоровье у себя дома в Бишкеке. Что здесь плохого? Что здесь плохого? Напомним, 27 июля бывшего премьер-министра Кыргызской республики Амурбека Бабанова освободили из СИЗО ГКНВ по состоянию здоровья, и он должен получить необходимое ему лечение за границей. 10 августа он покинул страну. Всем пока. Всего наилучшего. Спасибо за поддержку, спасибо за понимание. Бабанова задержали 31 мая по подозрению в коррупции при реализации проекта Кумтур. Его водворили в СИЗО ГКНВ, а вот адвокат оспаривал решение суда. На сегодня у меня все. Не забывайте оставлять свое мнение в комментариях. Это будет, как всегда, кстати. Всем хороших новостей. Субтитры сделал DimaTorzok